Здравствуйте друзья. Сегодня ко мне на обзор попал еще один управляемый светильник от Санов, светодиодная лента L2. Как и другие устройства этого производителя, герой обзора относится к бюджетному сегменту. Это одна из причин, почему гаджеты Санов пользуются популярностью. Кроме этого, производитель сделал свой продукт модульным, причем не только физически, но и логически, что дает возможность например использовать сторонние светодиодные ленты. Обо всем этом далее в моем обзоре. А пока, попрошу вас подписаться на мой канал, если вы еще не сделали этого раньше и поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей. Тип устройства Умная светодиодная RGB лента. Модель Санов L2. Количество диодов 30 штук на метр. Световой поток до 300 люмен на метр. Класс защиты ленты IP65. Максимальная мощность до 24 Вт. Интерфейсы Wi-Fi 2.4 ГГц, Bluetooth и К. Защита от перенапряжения, перегрузки, перегрева. Длина комплектных лент 2 и 5 метров. Поставляется устройство в коробке, характерного для Санов синего цвета. Я имею ввиду характерного для светильников. В верхней части изображены логотипы производителя и Everlink. Внизу список поддерживаемых систем умного дома. На одной из боковых сторон перечислены технические параметры устройства, о которых мы уже поговорили. На внутренней крышке наглядно изображены интерфейсы управления. Это инфракрасный пульт, прямое подключение по Bluetooth и Wi-Fi, позволяющий управлять лентой из любой точки мира. Внутри большой коробки нашлось три поменьше. Лента, контроллер с пультом управления и блок питания. Кстати, контроллер с пультом я видел в продаже и отдельно от ленты. Лента, в моем случае 2 метра. Есть еще вариант на 5 метров. Поставляется намотанной на пластиковой бобине. По большому счету это обычная RGB лента с прозрачным защитным покрытием. Небольшая черная коробка это умная часть устройства, контроллер управления лентой с беспроводными интерфейсами. Кроме него в той же коробке находится небольшая инструкция на нескольких языках и пульт управления. Для подключения лент на контроллере используется совершенно стандартный 4-пиновый разъем. Разумный и правильный ход, позволяющий без переделок использовать с ним и другие ленты. Два хвоста, которые торчат из него, предназначены для подключения 12 вольтового блока питания, который тоже есть в комплекте и управления при помощи ИК пульта. На конце одного из хвостов находится ИК приемник. Пульт управления имеет 24 кнопки. Верхний ряд предназначен для включения и выключения, а также регулировки яркости. Второй стандартные цвета, красный, зеленый, синий и белый, причем последний достигается сочетанием трех первых цветов. Остальные кнопки это 12 разных оттенков и 4 световых эффекта. Традиционно для питания таких пультов используется батарейка-таблетка CR2025, немного более тонкая чем привычная CR2032, которая применяется в многих датчиках. Но по опыту скажу, в такой пульт несложно установить и CR2032. Блок питания тоже модульный, тут используется съемная вилка. Это позволяет использовать блок питания с разными форматами розеток без использования переходников. Выходное напряжение блока питания 12 вольт, максимальная мощность 24 ватта. Чего хватает как для двух, так и для 5 метровой версии. Кстати на одной из сторон контролера имеется маленькое отверстие, это микрофон, он нужен для работы в музыкальном режиме. Комплектная лента. Напомню, ее покрытие позволяет использовать ее и на улице, попадания влаги она не боится. Может разрезаться на части, для этого на ней каждые 10 сантиметров есть специальные метки. Как я и сказал, тут используются трехцветные диоды и соответственно 4 канала управления. Общий плюс и минусы на красный, синий и зеленый канал. Белый свет тут достигается смешением. На обратной стороне тут находится липкая основа, которая позволяет легко приклеить ленту на какую-то поверхность, стену, мебель и так далее. Пользоваться лентой можно сразу после включения в сеть, если использовать при этом комплектный пульт управления. Включение, выключение, регулировка яркости и цвета, базовые эффекты, все это возможно настраивать с него. Кстати на всякий случай скажу, что если вы вдруг подключите ленту не той стороной к контроллеру, а это легко может произойти. Ничего страшного не произойдет, она просто не будет работать. Меняем нужной стороной и все в порядке. С точки зрения использования, это в первую очередь фоновая или атмосферная подсветка. Как рабочее освещение на мой взгляд не подходит, так как тут нет белых светодиодов, поэтому белый свет тут не естественный и не очень яркий. А вот ночник, подсветка телевизора, индикатор для оповещений, кому интересно видео по этой теме есть в описании. Вполне подходящие варианты для героя обзора. Логическую часть начнем с родного приложения для устройств санов, которое называется Evelink. Нажимаем на кнопку добавления устройства, далее выбираем сопряжение по bluetooth. Согласно инструкции трижды выключаем и включаем питание контроллера. Индикатора на ней нет, тут вспыхивает сама лента. После этого отмечаем опцию, индикатор вспыхивает правильно и нажимаем далее. В списке видим доступное для подключения устройство, выбираем его и лента, которая по умолчанию называется L2, подключается к системе. Первичное подключение по bluetooth, его значок виден в правом верхнем углу кнопки управления лентой. Нажимаем на эту кнопку и система предлагает подключиться и к Wi-Fi. Переходим в меню управления Wi-Fi. Герой обзора поддерживает только сети 2.4 ГГц, поэтому если ваш телефон находится в сети 5 ГГц, ее нужно сменить на 2.4. Выбираем свою сеть и числа доступных, вводим пароль и подключаемся к ней. Главное окно плагина, дает возможность управлять как включением и выключением светильника, так и изменением его яркости и цвета. Это первый режим из трех, переключение которыми осуществляется кнопками внизу. Второй режим это цветовые схемы, есть как статичные они не меняются, и динамичные. При этом надо понимать что это обычная лента, не адресная. То есть в один момент времени она может светиться только одним цветом. Есть возможность создавать и свои схемы. Третий режим музыкальный, тут есть несколько вариантов смены цветов, отличающиеся друг от друга скоростью и гаммой. Микрофон встроенный в контроллер, ловит звук и в зависимости от него меняет цвет на ленте. Вот пример работы контроллера в музыкальном режиме. Кстати он находится довольно далеко от источника звука. Приложение позволяет устанавливать расписание работы, как разовое, так и на периодической основе, в зависимости не только от времени, но и дня недели. Устанавливать можно включение и выключение. Таймер напоминает расписание, только устанавливается не на конкретное время, а на временной интервал начиная с текущего момента. По его истечению лента либо включается, либо выключается. Меню общих настроек встретило меня с сообщением о выходе новой прошивки. Ну раз просит пусть обновляется. Нужно подождать несколько минут, пока прошивка будет загружена и установлена. Актуальная версия на дату обзора 1000, 2, 1050. Само меню более менее стандартно, тут указаны совместимые системы управления Amazon Alexa и Google Home, есть информация, группы и так далее. Но нашелся тут и специфический пункт. Переназначение выходов контроллера. Это позволяет использовать сторонние светодиодные ленты, что мы с вами конечно же проверим. Приложение Everlink совместимо с системой Google Home. Подключение происходит на уровне аккаунта и все подключенные к нему устройства, автоматически появляются и тут. И лента не исключение, она обнаружилась в списке устройств. Она нормально управляется через Google Home, при этом она остается и в родном приложении Everlink. Все основные параметры включения, выключения, яркость и цвет тут доступны. Для удобства голосового управления можно поменять название, эта смена не повлияет на базовое приложение Everlink и переместить в нужную комнату. Я проверю через колонку от Xiaomi, ссылки на обзоры в описании. Все работает корректно. И конечно главная интрига использования сторонними лентами. У меня нашлась такая с Алиэкспресс. Штатный разъем прекрасно подошел к контроллеру. Единственное что тут возможно придется поменять это назначение выводов, помните в меню настроек Everlink. В моем случае синий с красным пришлось поменять местами. К слову говоря разъем для блока питания тоже стандартный, поэтому можно купить только контроллер с пультом, а ленту и блок питания использовать свои, в том числе те, что могут быть уже установлены. Для устройств санов в Home Assistant на мой взгляд лучше всего использовать интеграцию санов LAN, которая кстати находится в топе загрузок Hax. Если вы не знаете что такое Hax, то ссылку на нужное видео вы найдете в описании. Тут доступны не только базовые опции вроде управления яркостью и цветом, но и можно выбирать цветовые эффекты и они работают. По своим наблюдениям скажу что устройства санов работают стабильно и достаточно быстро. Правда иногда бывают некоторые сюрпризы с работой интеграции, но обычно все проблемы оперативно устраняются. В целом устройство оставило приятное впечатление, неплохое качество, модульная конструкция оставляющая возможность использовать свою ленту и блок питания. Нужно понимать что RGB ленты не предназначены в качестве рабочего освещения это фоновая подсветка, ночник или атмосферный светильник. Для рабочего освещения лучше брать ленту белого света или сфиксированной подходящей вам цветовой температуры, или сменной. Если все же хотите чтобы был цветной свет, то ищите ленты где используются и цветные и белые светодиоды. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы еще не подписались на мой канал, можно сделать это прямо сейчас. Если вам нравятся мои видео, поддержите мой канал ставь его спонсором. Кроме этого есть и другие способы разовой и периодической материальной помощи, ссылку вы найдете в описании. Также я веду и телеграмм канал, в котором публикую полезную информацию, опросы и ссылки на устройства умного дома. Буду рад если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки, на все устройства показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok